Система международных отношений, сложившаяся после окончания Второй мировой войны, переживает непростые времена. И вооруженные столкновения, перевороты, политические кризисы, различного рода революции становятся реальностью во многих странах мира и изменяют тот миропорядок, который сложился по результатам Второй мировой войны. Я бы остановился на том, что сегодня особенно беспокоит русскую православную церковь. Это то, что происходит в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, в некоторых других странах Азии и Африки, когда прямым гонением подвергаются христианские меньшинства. Совершенно очевидно, что так называемая арабская весна, которая имела источником своего происхождения внешний по отношению к арабскому миру импульсы, под предлогом демократизации общество повлекла за собой крах существовавших политических режимов. Но, как это часто бывает, те цели, которые декларируют революция, не достигаются. Всякая революция предполагает смену элит. А значит, передел сфер влияния. А значит, на место одних приходят другие. Хорошо, если достигаются какие-то цели, но есть положительные для всего народа, а если не достигаются. Вот, собственно говоря, то, что произошло в Северной Африке, на Ближнем Востоке, и представляет такую классическую смуту. Дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке породила насилие, как я уже сказал, в отношении христиан и изгнание их из своей родной земли. Они оказались самыми беззащитными, предстрашенным лицом экстремизма, терроризма, прикрывающегося именем ислама. Террористы идут на неслыханное и по своей жестокости деяние, декларируя своей целью полное изгнание христиан из мест их традиционного проживания. То, что происходит сегодня в этом регионе, с полным правом можно назвать геноцидом христианского населения. Но мне приходилось посещать Ирак на исходе правления предыдущего режима. В то время в Масуле было 45 христианских храмов. Сегодня ни одного. Ну ладно бы закрыли и сделали бы там машино-тракторные станции, как это было в других местах. Так нет же, уничтожили все до основания. А вместе с этим рукописи, фрески, произведения искусства. В Сирии разрушено и уничтожено 400 христианских храмов. Я спрашиваю, а кто их восстановит? Кто даст деньги? И вообще дадут ли? И вообще обратят ли внимание на то, что 400 храмов уничтожены без всяких оснований, без всего. Только лишь потому, что кому-то не нравится, что на территории Сирии исторически проживает христианская община. А ведь Ближний Восток – это родина христианства. И вот эти страшные картины уничтожения коптов, а затем эфиопов в Ливии являются, конечно, как бы демонстрацией силы и устрашения. Но ведь на самом-то деле это маленькая часть того, что происходит. Потому что каждый день людей убивают за их убеждения. Масштабный исход христиан из Ближневосточного региона вместе со стремительным распространением экстремизма и терроризма являются, как нам кажется, долгосрочным фактором дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. И действительно, исчезновение христианского населения ведь нарушает балансы и провоцирует исламский экстремизм. Потому что многорелигиозное общество, которое на протяжении веков привыкло к существованию именно в таких границах и в таком измерении, оно становится монорелигиозным. Причем эта монорелигиозность создается на волне нетерпимости к иным религиям. Что же ждет эти общества? Какой сгусток негативной энергии мы будем иметь в этих регионах? Как можно будет развивать отношения со странами и с обществами, которые возникли на волне такой страшной нетерпимости? Это все вопросы не только к теме урегулирования политического положения на Ближнем Востоке. Это вопросы глобального порядка, глобального измерения. Поэтому нам кажется, что необходимы чрезвычайные усилия, которые должны быть направлены на решение проблем Ближнего Востока и Севера Африки, и в том числе на решение той проблемы, о которой я сейчас говорил.